МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Клейдоскоп. В этот замечательный осенний день мы с Ириной встретились, чтобы выпить чашечку ароматного чая. А заодно рассказать вам обо всем самым интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. А главным событием этой недели, конечно же, стала эстафета Олимпийского огня, которую встречал наш город. Событие историческое, грандиозное, так что давайте еще раз посмотрим, как это было. День прибытия Олимпийского огня в Рязань стал дополнительным праздником в череде унылых осенних будней. И пока одни, по большей части те, кому пришлось работать в этот день, сетывали на почти полностью парализованную транспортную жизнь города, другие наслаждались историческим событием. Ведь Олимпийский огонь прибыл в Рязань впервые. Напомним, что эстафета Олимпийского огня Сочи-2014 станет самой масштабной в истории Олимпийского движения. Она пройдет через 2900 населенных пунктов страны и продлится в течение 123 дней, преодолев более 65 тысяч километров. Пожалуй, в день прибытия Олимпийского огня в Рязань мало кто задумывался, что наш город стал не просто пунктом маршрута и частью Олимпийского движения, а таким образом прикоснулся к древней традиции античного мира. Ведь священный огонь зажигали еще в Древней Греции во время проведения игр, как напоминание о подвиге Прометея, похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям. Эта традиция была возрождена в 1928 году. Как и в древности, сегодня огонь зажигается в Олимпии за несколько месяцев до начала Олимпиады, а потом во время торжественной церемонии передается представителям страны проводимые Олимпийские игры. В этом году церемония передачи огня представителям нашей страны прошла 5 октября в Афине. Тогда во время торжественной церемонии глава Национального олимпийского комитета Греции вручил факел российскому вице-премьеру Дмитрию Казаку. В Греции к олимпийским эстафетам, можно сказать, привыкли, а вот в нашей стране, тем более в нашем городе, это событие воспринимается как праздник и готовились к нему соответственно. Площадь театральная, откуда стартовала эстафета, была украшена разноцветными воздушными шарами, живыми фигурами, олицетворявшими различные зимние виды спорта, а перед торжественным зажжением олимпийского факела был устроен настоящий концерт. Уважаемые рязанцы, уважаемые гости нашего города, эстафета олимпийского огня пришла в наш город. Для нас это очень важное и значимое событие. Через несколько минут эстафета пойдет по улицам нашего города. Впервые за всю историю Олимпийских игр эстафета посетила город Рязань. Встречайте эту эстафету. На сегодняшний день мы станем все участниками интересного события, события, которое называется Олимпийское движение. Право первым пронести Олимпийский огонь предоставили неоднократному чемпиону Европы по легкой атлетике, заслуженному мастеру спорта по прыжкам в длину Кириллу Сусунову. Пускай этот факел, который сейчас зажжется, и мы пронесем его по нашему региону, он идет дальше, не гаснет, и в итоге достигнет столицы зимних Олимпийских игр в Сочи. И в этот огонь, который придет, мы вкладываем свою душу, частичку своего тепла и света, и, соответственно, удача нашим спортсменам. Все ваше внимание на центр нашей площадки. Встреча Олимпийского огня. И вот Олимпийский огонь в Рязани. Олимпийский огонь прошел через весь город. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы приобщиться к этому событию и почувствовать себя частью предстоящей Олимпиады. Не менее ярким, горячим и значимым стал для Рязани концерт группы ДДТ. Это точно. Тем более, что рязанцы ждали своих кумиров больше 13 лет. И Юрий Шевчук оправдал ожидания. Он доказал, что 56 для рокера это не возраст. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте, уважаемые рязанцы! И я знаю, здесь ребята из других городов. Вот ребята из Питера приехали с флагами, у питерских десантов. Из Москвы, из других городов. Ну, спасибо вам большое! Это говорит о многом. Рады быть в Рязани. Последний раз мы были здесь лет 13 назад, да? В 2000 году. Вот, да, в 2000 году. Я помню замечательную историю, как я разогнался и прыгнул в зал. Вежливо рязанцы раступились. Я упал на пол. У меня выкатился микрофон, и вот тут же сляпзели. То есть народ у вас настоящий. Своего не упустят, да. Это нужно до залезу новой веры. Что же, получите короля Пальмиры. Только не взыщите. Нет в карманах лиры. Я ее поставил подрезанию в сень. Иногда наш мир, как Сталин, а иногда и сень. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Слишком много, да, развлечения, а чувство сопереживания. Люди работают, просто перестают вообще этим заниматься. Это слово забывается, сопереживание, которое, в общем-то, и есть, главное слово. В этом обмене энергии вообще, когда ты поешь песни или ставишь спектакль. А очень много вот этого шоу-бизнеса такого, очень много вот этих попыток бесконечных рассмешить. На этом иногда кладбище духа, сказал бы так, да. То есть все это так, знаете, а вот, кажется, переживание – это здорово. Ну, мы, безусловно, без рекламы человек теряет, но у нас какой-то настолько, вот, слава богу, устойчивый, какой-то устойчивый круг друзей в стороне есть, и наши залы не пустуют. И мы, согласитесь, одна из немногих групп, которая может позволить себе выспеть во дворце спорта. У нас гради, но кроме любви, ничего больше нет, ты, у меня, ты, у меня, ты. Это вот эта злость просто к окружающим, начиная от Гринпис, кончая, там, всеми страдами вместе взятыми, просто всех, и какая-то, такая, мягко говоря, нелюбовь ко всему, что шевелится. Не знаю, это все неправильно, это печально очень. Я считаю, что забивают головы, чтобы народ не думал о своей просто, о своей свободе. Эй, ты, кто ты, себя назови? Какой мороль на белой планете? 300 тысяч поколений у нас гради. Нельзя из жизни вычленять что-то. Все говорят, вот политика, неправильно. Все, что есть в жизни, все это, об этом, во всем мы как бы и поем, и о любви, и о социальных проблемах. Все говорят, что звезды мне благополят. Я на конец души летаю, в душе тоска, в душе тоска. Концерт действительно был просто потрясающим. Энергетика настолько мощная, что я до сих пор не могу успокоиться. Ну, поэтому я предлагаю поговорить о чем-то более умиротворяющем. Например, о художественной гимнастике. Художественная гимнастика, пожалуй, один из самых грациозных видов спорта. Но какая девочка не мечтает выступать в блестящем костюме, в сопровождении красивой музыки под сотней восхищенных взглядов. Но за внешней красотой стоят терпение, труд и многочасовые тренировки. Так что не каждая девочка выдержит такую нагрузку. Много поколения, как бы детей, не очень-то много хотят остаться в спорте. Они находят себя в другом, потому что тяжелый вид спорта. Понимаете, это в принципе да, это призвание. Этому, не знаю, ты не научишь это на самом деле. Это нужно понимать, любить это дело и постоянно учиться. Ольга Пучкова посвятила художественной гимнастике всю свою жизнь. Любовь к этому виду спорта привела и ее мама, заслуженной тренера России. Так что, можно сказать, Ольга родилась и выросла в этом зале. Мне кажется, такие какие-то фанаты были. Вот вспоминаем с девчонками, которые уже выросли, наше поколение. Ведь у нас в этом зале первая тренировка начиналась в 6.45. Когда вообще еще на улице все было темно, мы приходили, не было ни маршруток, не было ни машин с первым троллейбусом. Хорошо, мы с мамой просто здесь живем рядом, можно сказать, через стадион. А девчонки из дошколы песочных, из конейщего, все приезжали. И никто, как бы даже не думал бросить, не бросить, нам очень нравилось. Сейчас Ольга сама является заслуженным тренером России. Свою первую группу она набрала в 16 лет. И сегодня, как когда-то ее мама, она научилась видеть индивидуальность каждой девочки. Научилась на детском языке, в игровой форме, объяснять малышкам, как нужно работать со снарядами, как нужно выражать через необыкновенный гимнастический танец свою душу. Ольга отмечает, что сегодня художественная гимнастика стала более спокойной. Из нее убрали некоторые виды прыжков, а также упражнения, от которых впоследствии у спортсменок болели спины. Конечно, возможность получения травм имеется, как и в любом виде спорта. Но все-таки художественная гимнастика стала менее травматична. Ну а для хрупких с виду девочек это прежде всего хорошая школа жизни. Понимаете, у нас именно художественная гимнастика, у нас это как институт благородных девиц. Потому что у нас нет мальчиков, мы выезжаем на соревнования, да. Мы отрываем маленьких детей от мамочек. Они у нас становятся дисциплинированные, они становятся более взрослыми. Они взрослеют, они оценят время. У них нет свободного времени, если есть свободное время, они стараются выучить уроки. Понимаете, вот идет такая концентрация. У них есть цель. Сегодня эту нелегкую школу с неплохими результатами проходит Ирина Шелохвост. В свои 13 лет Ирина уже кандидат в мастера спорта. Предложили ей заниматься гимнастикой еще в детском саду. Тогда она и не думала, что добьется таких результатов. Но это, конечно же, не предел. Ирине хочется гораздо большего. Я хотела бы для олимпийской чемпионки, конечно, дойти. Но на сейчас вот прям хочу просто добиться высоких результатов. Сегодня Ирина занимается 6 раз в неделю по 5-6 часов. Но она не жалуется на недостаток времени и свою дальнейшую жизнь без художественной гимнастики не видит. Впрочем, как и многие из этих девчонок. Одна даже недавняя, можно сказать. Ну все, я бросаю, потому что я там поступила в Сельхозакадемию. Пришла через неделю быть немалой без гимнастики. Я вернулась. Возможно, сейчас в этом зале занимается будущая олимпийская чемпионка. В любом случае, какое бы место ни заняли эти девочки в мире спорта, вступить во взрослую жизнь со всеми ее сложностями, они уже готовы. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!